Вертолет компании «Еврокоптер» известного мирового бренда представлен в Ноябрьске. Возможности этой машины авиаперевозчики продемонстрировали своим давним партнерам, нефтяникам и газовикам, а также пожарным, полицейским и строителям электросетей в расчете, что новый вертолет может сослужить им хорошую службу. Командир Ноябрьской эскадрильи Владимир Волков уже ласково называет этот вертолет «Асечкой». Пятиместная «Асечка» француженка и ее имя, производное от официального АЭС-350. На фоне привычных для Ноябрьска тяжеловесов Ми-8, эта винтокрылая машина смотрится изящной дамой, которая не станет поднимать ввысь разобранные буровые станки или вышки. Собственно, поэтому «ЮТР» и представляет ее местным заказчиком. Задача, которая стоит перед вертолетом такого класса, это перевозка относительно небольших грузов весом до 3 тонн. Еще он незаменим для мониторинга местности. Обзор у машины первоклассный, и на ней легко можно найти, к примеру, повреждения на линиях электропередач или определить место лесного пожара. К слову, вертолет вполне способен самостоятельно бороться с пламенем. Если вблизи от огня есть водоем, «Ася» поднимет 1400 литров воды, если на расстоянии – 1200, и обрушит их на горящую точку. Мы долго изучали рынок, выбирали тот вариант, который может быть, а, в первую очередь, безопасен, достаточен по цене, досягаем, и у заказчика не возникало бы вопросов, почему именно это такой вертолет. Из основных преимуществ АЭС-350 – его цена. Отечественный Ми-8, каким бы ни был надежным, больше 20 лет как снят с производства. Детали на этот вертолет тоже не производятся, а потому главная рабочая лошадка малой авиации стареет и одновременно очень дорожает в обслуживании. При этом аппетиты большегруза стабильно высокие. На 4 часа полета больше 3000 литров горючего. «Асечка» за это время съест меньше 500 литров. В общем, сейчас, когда все скрупулезно сводят дебет и кредит, экономия для заказчиков налицо. Нет, конечно, заслуженный и самый известный российский бренд Ми-8 со сцены не уходит и работы ему здесь хватит. Но часть задач на себя возьмут иностранные машины, которым в нашем вертолетостроении аналогов пока нет и среди которых АЭС-350, по мнению специалистов, самый оптимальный вариант, в том числе и по безопасности. Нефтьюганские и саргурские летчики АЭС обкатали еще пару лет назад. Теперь очередь за нашими пилотами. Выполнение полетов на вертолетах, оно в принципе от типа-то по большому счету не зависит. Это как на велосипеде. Един раз научился, но маленьком, и пересаживаешься на разные, и чувствуешь себя только по комфорту. А по технике пилотирования практически ничем не отличается. Пересесть с Ми-8 на АЭС-350 – это все равно, что заменить грузовик на легковую и на марку. Сразу ощущается и комфорт, и обзор у пилота увеличивается. И еще важный момент – эта машина очень экономична и заводится, что называется, с полпинка за пару минут. На сегодня ЮТР приобрел 20 АЭС-350, и в компании говорят, что они готовы предоставлять те вертолеты и в том количестве, которое необходимо заказчикам, то есть нашим полицейским, нефтяникам, газовикам и другим заинтересованным организациям. А вот журналистам Асечка приглянулась тем, что показалось великолепной альтернативой автомобилю. Место как раз для семьи. Отделения для багажа предостаточно, и через три часа полета приземляешься где-нибудь в Тобольске. А что, в будущем все возможно. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города.